Итак, здравствуйте, друзья! В этом ролике хотел бы рассказать вам о бесплатной программе, которая поможет вам узнать всю температуру вашей системы, вашего персонального компьютера, в частности, процессора, видеокарты, ну и так далее, и материнской платы. Соответственно, программа эта называется HW Monitor. Скачать вы его сможете на официальном сайте. Рекомендую скачивать именно с официального сайта CPU ID. Ссылку, естественно, я оставлю в описании к данному ролику. Итак, вот я на этом сайте, и теперь необходимо просто вот наша программа нажать For Windows. Кстати, пока будет сейчас загружаться, и выбираем C-Tub English. Значит, и Download еще нажимаем. Нажимаем Сохранить, ну и, собственно, выбираем, куда собираемся сохранять. Итак, я скажу, что рекомендую, естественно, значит, устанавливать программу, скачивать и устанавливать с официального сайта, потому что, когда вы скачете с другого какого-то сайта, то, возможно, велика вероятность того, что у вас там будет какой-то либо вирус, либо червь, ну и так далее. Итак, данная программа у меня уже скачена, и поэтому я ее открываю. Я думаю, у вас получится ее. Значит, нажимаю Отмена для сохранения. Весит она 1,5 МБ. Итак, далее. Welcome to CPU ID. Double Monitor. Нажимаем Next. Ну и так далее. Так, Create. Икон. Все правильно. Я именно просматриваю всегда установку, потому что может установиться еще другая какая-то ненужная программа. Итак, значит, у нас спрашиваются права администратора. Мы подтверждаем. И, соответственно, вот наша замечательная программка. Итак, что она в себя включает? Прежде всего, это информация о материнской плате. Соответственно, тут есть и вольтаж, сколько вольт на процессоре и так далее. Соответственно, самое главное, что нас интересует, это именно температура. И вот, допустим, сейчас я вижу, что температура в некоторых местах отличается. Допустим, где-то 30 градусов, а где-то на 20 почти больше. Соответственно, далее у нас идет эта, значит, температура процессора. Смотрим, что у нас здесь 33 градуса. Ну, в общем-то, это замечательно. Значит, потом показано даже, какое ядро на какой тактовой частоте работает. Показано, сколько вольт потребляет. Соответственно, минимальное значение, естественно, как видите, максимальное. Вот можно сравнить минимальное, 28, максимальное 41. Ну, далее идет, естественно, у нас жесткий диск. Значит, смотрим, это, кстати, жесткий диск именно от Seagate. Почему-то именно жесткий диск SSD от Intel не показан. Эта программка не мониторит. 30 градусов, это нормальная температура. Ну, и, собственно, еще очень важная температура видеокарты. Соответственно, здесь у нас, значит, сколько процессов... Значит, минимальное количество оборотов, значит, на кулере нашей видеокарты. И максимальное. Как видите, тут не сильно отличается. Соответственно, далее это, ну, идет информация по уже самой видеокарте. Это память, чистота памяти, ну и так далее. Чистота, значит, самого графического процессора. Ну, вот, собственно, и все, друзья. Для чего необходимо знать всю температуру вашего персонального компьютера? Ну, это вообще полезно, потому что, допустим, монитор у вас может стоять в одном месте. Если где-то там вдали стенный блок, вам будет, возможно, тяжело до него добраться. И, соответственно, в этой ситуации иногда интересно посмотреть, да, все ли у вас, вся ли система работает в норме. И расскажу еще один случай. Я его, конечно, расскажу уже как-то на своем канале, но повторюсь еще раз. Был один случай, когда человек заявил, что вот у меня, не пойму, что случилось, компьютер перезагружается постоянно. Вот, не пойму, что происходит. И когда мой знакомый просто залез в системный блок, он увидел, что там просто отвалилась система охлаждения от процессора. И, как вы понимаете, процессор работал вообще без какой-либо, то не было системы охлаждения. И с помощью вот этой программки вы можете, естественно, посмотреть, что если у вас перегревается, значит, процессор, то, естественно, это уже знак, плохой знак. И, соответственно, как видите, вот у меня температура 33-34. Ну, у меня неплохая система охлаждения, поэтому максимум она поднимается до 50. Ну, лично я считаю, что вот когда уже 60 градусов, 70. Ну, впрочем, расскажу у моего друга тоже, у одного знакомого из общежития был процессор. Он грелся до 100 градусов. Я не помню, как так получилось. У него был, по-моему, Pentium 4, была запылена система охлаждения. Как так получалось, я, конечно, уже не помню. Но вот это факт. Он открывал программку, включал у него до 100 градусов. При этом вся система работала. Но я уверен, что она недолго бы так работала в таких режимах. Надеюсь, вам видео было полезно. Всего доброго, до свидания.